Друзья мои, приветствую вас у себя на канале. Спасибо, что заходите. Спасибо, что подписываетесь. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Я очень рада всем подписчикам. Раз я веду YouTube канал, конечно, мне охота, чтобы подписчиков приходило больше. Но самое главное, что я хочу, чтобы приходили мои люди. Потому что мы все разные, да, кому-то не нравятся такие люди, как я. Я нормально, проходите мимо называется, да. Но если кто-то хочет смотреть, слушать меня, то я всегда рада, что вы со мной. Так что то, что у меня приходят новые подписчики, я очень рада. И самое главное, я рада, что среди них основное количество тех людей, с которыми я созвучна. Я думаю, что не я же выбираю, вы же выбираете, какого ютюбера вам смотреть даже. Поэтому вот так вот. И сегодня у нас тема сайты. Просто мне одна моя постоянная подписчица, она часто пишет комментарии, написала мне, на каком сайте вы познакомились. И я говорила об этом, что мы познакомились на сайте. Это абсолютная правда. Вот. Ну, скажу, если так коротко, то этот сайт называется ЗУСК. Вот. Он работает на территории Америки. Мне кажется, на территории наших стран, вот, бывшего Советского Союза, еще не работает. Мне так кажется. Ну, поищите. Я вам сейчас напишу, скажу Z, O, O, русское С, это, то есть, английское С и К, вот, ЗУСК. Вот. Он платный. Я помню цену в семнадцатом году, когда дети хотели за меня заплатить, и я говорю, давайте я сама заплачу за свое счастье, надо самой заплатить. И они как бы маленько сопротивлялись, и я им принесла 60 долларов отдала. То есть, за три месяца заплатила 60 долларов. Я не знаю, какие, конечно, сейчас цены. Семнадцатый год сейчас уже конец 22 года. Но самое удивительное, знаете, что вот я вот прежде, чем сесть записать видео, я говорю мужу, полистай про мониторь, какие, как сказать, какие веб-сайты, дейтинг-сайты сейчас популярны. Я вам сейчас зачитаю, которые вот по рейтингу самые популярные сайты. Так, Harmony, это C-H-A-R-M-O-N-Y, Harmony. Потом O-K-C-U-P-I-D. Потом следующий Dating.com. Потом Tinder. Вот, мне кажется, его вот больше знают из всех вот этих, которые перечислила. Следующий идет ЗУСК, и он когда пишет, говорит, ой, наш ЗУСК до сих пор популярный. А когда я ему задала, говорю, полистай, пожалуйста, вот выбери мне самые популярные сайты знакомств. Он говорит, зачем тебе? Я говорю, ну, мне же надо на будущее, говорю, уже рассчитывать, чтобы у меня уже были какие-то эти, он смеется. Ага, вот. И вообще вот насчет... А, ну, давайте завершу. И следующее, последнее, это Match.com. Match это M-A-T-C-H точка C-O-M.com. Он в этом году почему-то не говорит об этом. А вот как-то два года подряд он постоянно мне говорил. Ну, он же старше меня на 12 лет. И он говорит, вот, когда я уйду из жизни, обещай, что ты замуж не пойдешь. Я говорю, я тебе обещать не буду. Он говорит, я говорю, а зачем тебе это? А он говорит, вот, я хочу, чтобы вот я ушел, так сказать, в иную жизнь и ждал там тебя. А если ты выйдешь замуж, то ты вроде как не ко мне придешь. Ну, в общем, смешной, да? Вот, я говорю, вот, представь, ты будешь жить некоторое количество лет. Мне вот уже сейчас 61 год. Допустим, через лет 10, что я 71 год и буду ходить, искать себе мужа. Или кто-то будет искать меня в замужество. Не знаю я. Поживем, увидим, конечно, да? Но я не думаю, что он через 10 лет уйдет из жизни. Он у меня очень молодой, он у меня здоровый, вот. Я надеюсь, что он проживет долго, как он всегда говорит, что до 100 лет, еще много лет. И когда мы только познакомились, когда мы поженились, как-то через какое-то время он начал поднимать эту тему. Тебе, говорит, как же он начал, с чего же он начал, говорит, тебе, говорит, осталось 31 год со мной прожить. Значит, а, да, значит, вот, когда мы познакомились, он был 68, потом стало ему 69, и он где-то, начиная с 69 лет, говорил, мне еще на этой земле жить 31 год. Ну, как бы до 100 лет, да? И он говорит, ну, вот, 31 год ты, вот, обязана, так сказать, подарить мне. Вот так вот, я говорю. И, ну, вообще, смеемся, конечно, да. Ну, вот, про веб-сайты я сказала. Что-то еще хотела сказать интересное. Ну, вот, а, да, вот насчет Хармони, да, я была в Хармони тоже. Это я была до ЗУСКа в Хармони. Вот, как-то меня зарегистрировали, и я поняла, что это вообще не мой сайт. Я там, там мне дают, там как-то они сами подыскивают кто-то, как будто кому-то кто-то подходит. Как-то они психологически это умеют высчитывать. Говорят, Хармони очень хорошо работает. Со мной он не сработал нисколько. Меня не выбрал ни один человек, понимаете, да? Вот. Ну, вот для Хармони, вот, получается, как сказать, так же, как и люди, да? Не каждому, каждый подходит, так же ведь, да? Может быть, есть люди универсальные, я не универсальный человек. Вот, и я очень рада, что именно Вал меня нашёл, и именно у нас с ним всё сложилось. Как и во всех парах, у нас не бывает идеально, да? Я не знаю, может, кто-то и живёт идеально, когда у них 24 часа ежедневно, так вот, знаете, улыбка до ушей, и вот только му-му-му, муси-пуси. Нет, это не так. У нас не так, во всяком случае. В любом случае мы счастливы, мы всегда знаем, что он у меня лучший, и он всегда знает, что я у него лучшая. Это, ну, это правда, мы говорим, и это настолько искреннее, и, ну, это у меня действительно лучшие отношения, и действительно те отношения, когда меня слышат, когда меня слушают, да? Да, вот, ну, очень это, конечно, даже иногда вот я что-то хочу, и я уже забуду. Хотелка, хотелка, потом забывается, это хотелка. Он говорит, ты же вот это хотела, и я говорю, о, да, хотела. И, в общем, короче, знаете, вот он помнит о моих каких-то пожеланиях, ну, и вообще вот во всем вот в доме, да, очень, мне с ним очень комфортно. Вот я сейчас записываю видео, он лежит, отдыхает, он говорит, вот сейчас, извините, он говорит, ты когда закончишь, не забудь сказать, что ты закончила, а то я, говорит, тут, говорит, это, в камере заключения, говорит, я говорю, тебя кто-то, да, уже вот, ну, еще я когда только готовилась, только начинала, там, расставлять свои вот эти все вот такие телефоны, вот, устанавливать вот эту подпорку, а он уже лег и, так сказать, смиренно лежит, да, и говорит, только не забудь, пожалуйста, сказать, когда вот мне выйти из этого, из тени, так сказать. Ну, вот, очень он уважает все мои какие-то хотелки, все мои какие-то пожелания, и он из этого не делает никогда проблему, вот. Вот, что еще хотела сказать в связи с тем, что про сайты, да, девушки, мальчики, особенно девушек это касается, да, и не, мне кажется, не надо идти на платный сайт, ой, на бесплатные сайты, ну, лично со мной это не работает, потому что я знаю, что мне вообще ничего бесплатное не работает, вот. Поэтому, ну, кто-то хочет рисковать, рискуйте, ищите себе знакомства бесплатных, но, честно, я бы не рекомендовала потом, что бы я еще не рекомендовала. Есть, конечно, сайты, на которых мужчина платит, а женщина не платит, можно на такой идти с сайта, там мужчина очень большой внос вносят, соответственно, эти мужчины, так сказать, имеют, в основном имеют свою такую финансовую подушку. Мне мужчина достался без финансовой подушки, скажу честно. Ну, у него пенсия заработанная хорошая, он до сих пор работает, но вот у человека нету финансовой подушки, не было ее. Напротив, она у меня была, и он не знал об этом, что она у меня есть, и мы когда поженились, и когда вот этот вот дом покупать, это была, ну, его тоже идея, потом это моя тоже идея, в общем, у нас все как-то так работает, интересно, и я продала две квартиры своих, и вот купила вот этот дом, это мои деньги, вот этот наш РВИ, он, конечно, хотел это покупать так, чтобы мы платили через кредит, и он бы нам достался вместо 70 тысяч, может быть по 130 тысяч, я не знаю, ну, то есть, зачем нам платить 130 тысяч, когда я могу продать свои квартиры и купить за 70 тысяч, я так посчитала, вот. Что еще сказать вам, девочки, мальчики, берегите себя, находите свою пару, у каждого человека, мне кажется так, вселенная, она, она очень мудрая, она очень обильная, изобильная, и она всегда поможет, если кто ищет. Да, могу сказать, вот я была на дейтингах в этом, в Скаменогорске, там вот я была в основном в городе, в Скаменогорске, там в гостинице в Скаменогорск работала женщина, не помню, как ее зовут, может быть, Елена, могу соврать, она брала с меня много денег, она понимала, что я очень заинтересована познакомиться, потому что, знаете, я вот тот человек, кому вот нужны семейные отношения, есть женщины, есть мужчины, и я очень уважаю это понимание жизни, эту философию, когда вот человеку, ну вот, ну не нужен кто-то в паре, а я вот тот человек, которому нужна эта пара, вот нужна мне эта пара, понимаете, да? И там она меня знакомила, не весь с кем, абсолютно непонятно с кем, это ужасно, и она такие слова она говорит, и потом так она мужчин описывает, это просто вот с ее слов, сейчас подойдешь и прям такую ты конфетку увидишь, да? Я иногда подходила, смотрю, что за чудо меня ждет, разворачивалась, уходила, а она говорит, вы почему так делаете, мне они претензии выставляют, они типа вас прождали, я говорю, а вы что вы делаете, как вы можете, вот я же с вами столько много времени провела, я вам столько уже анкет этих составила, да, и говорила, кто меня интересует, вы присылайте кого угодно, ну, в общем, я поняла, что вот у нее больший настрой, больше лояльность к мужчинам была, и может быть, потому что их меньше в наших краях, я не знаю, но вот здесь их много мужчин, честное слово, да, и я не знаю, в связи с чем, но, в общем, вот такое она мне присылала, а потом приходили какие-то более-менее нормальные, допустим, помню, возле Метелицы, а возле Масленицы встретилась с одним мужчиной, казахом, и я говорю, я не хочу с вами даже идти обедать, говорю, он почему так, я говорю, ну, вот мне вот так неохота вообще с вами, говорю, да, ну, в общем, надо, конечно, научиться чувствовать, научиться понимать, конечно, это не сразу пришло, со временем мне пришло это все, какое-то вот понимание, и понимание того, что вот если я чувствую что-то, то это, 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 это нужно послушать самому себя, вот если я чувствую, что я не хочу, да, то нужно уже вот согласиться с этим, что это тебе не надо, и уже, так сказать, вали отсюда, называется, самой, самой уваливать отсюда, да, а не то, что, о, ну, прислали, и давай, ладно, попробую, да, помню, с одним дядькой познакомилась, ну, дядька, не знаю, примерно моего возраста, не помню, и он говорит, типа, я вот охранником работаю, я говорю, ну, я, у меня бизнес, он говорит, я говорю, а вы, говорю, собираетесь всю жизнь жить на вот эти там, тогда было 40 или 60 тысяч, зарплата была, не помню уже, а он говорит, а что такого, нормальные деньги, я говорю, это ненормальные деньги, я не смогу на эти деньги путешествовать, я бы хотела, чтобы мы в паре могли путешествовать, а у него взаимные упреки, а на тот момент была этим, как это называется, не веганом, а вегетарианцем, да, мясо не ела, и он говорит, а как ты вот вегетарианка, а как ты будешь мне мясо варить, я говорю, а кто тебе сказал, что я вообще собираюсь тебе варить, то есть, понимаете, да, вот мне встречались такие мужчины, которые считают, что вот я его домработница, а его миссия заработать 40 тысяч, принести, отдать 40 тысяч, и он ложится на диван и лежит, то есть, мне это вообще неинтересно, ну, вот сейчас мой лег, да, хорошо, он сейчас полежит, а потом через какое-то время мы встанем и поедем к моим внукам, он их, он очень любит моих внуков, он их тоже считает, как бы, наши грандчилдрен, они, да, но, тем не менее, это же всегда же человек помнит, что это мои внуки прежде всего, вот мы сейчас поедем, он никогда не говорит, вот, я не поеду, там, еще что-то, он с удовольствием хочет с ними время провести, ну, то есть, вот это вот человек, и который вот тоже хочет путешествовать, то есть, вот это мой человек, вот по многим, по многим позициям, я не думаю, что бывает, совпадает вот так, чтобы просто, вот идеально, вот просто, вот, вот как вот, вот как вот эти две салфетки, вот, да, вот сейчас вот возьму две салфетки, вот, как вот эти две салфетки, чтобы они вот, вот, вот идеально, идеально, вот видите, даже две салфетки, и то они вот, невозможно их наложить, конечно, когда производят их, да, они как-то практически 100%, а вот я сейчас достала их, да, и они не ложатся вот на 100%, это, это очень сложно наложить, чтобы вот получилось идеально, Мне кажется, так не бывает. Поэтому нужно знать, что ты хочешь, знать свои минусы и понимать минусы твоего партнера, кого ты выбираешь в свою жизнь, соглашаться с его минусами, может быть, заранее определить, с какими минусами ты готова или готов мириться, да, допустим. Кому-то нормально, что человек курит, да, кому-то нормально, если человек немножко выпивает или больше среднего выпивает, или кому-то нормально, что там для кого-то неприемлемо, если, допустим, партнер не поет, вот. Ну, в общем, надо знать, что тебе надо, вот. Я нашла того, кто мне надо, и он нашел меня, и мы довольны друг другом, вот. Желаю вам того же, девочки, мальчики, находите друг друга, и я знаю, что у меня среди подписчиков много женщин, есть мужчины, и я уверена, что многие из вас живут в хороших семейных отношениях, и они... Я очень рада этому, и я желаю тем, кто не имеет пару, каким-то образом пытаться ее находить, если вам это надо. И еще раз, не надо идти на поводу общества. Вот, допустим, если, допустим, возраст какой-то, а ты почему замуж не выходишь, а ты почему не женишься, а тебе бы вот пора бы уже подумать о себе. Не надо это делать. Нужно искать пару, когда тебе надо, а не кому-то из твоего окружения охота, чтобы ты там построил семейные отношения. Это совсем не обязательно для того, чтобы быть счастливым. Вообще, наша задача в эту землю, мы пришли, чтобы научиться быть счастливыми в том плане, что... Это же не означает, что ты можешь, допустим, немножко в уныние впасть. В любом случае, вот я даже иногда, когда впадаю в уныние, я знаю, что я счастливая, да. И это... Ну, вот это самое главное, что наша миссия научиться жить, научиться свою жизнь выстроить так, чтобы быть счастливыми. Всех люблю. Всем пока-пока. Пишите, подписывайтесь, ваши комментарии, вопросы задавайте. Пока.